Мы начинаем наше служение, не всегда все получается, как бы хотелось, но мы системы верим, Бог благословит это служение, благословит каждого из нас, особенно, когда мы пришли в Дом Божий и приготовили наши уши для того, чтобы слышать. Иногда мы можем слушать и на секундочку отвлеклись и уже потеряли некую мысль, самое главное сказали, я помню, шепчут люди сзади меня, скажите, а откуда они приехали? Ну, минуточку, три секунды назад человек вышел и рассказывал, кто этот гость и откуда приехал. Отвлеклись и ничего не услышали. Поэтому давайте будем готовы слышать, благословлять имя Господне. Скажу вам более того, Бог действительно любит и благословляет нас, когда мы в Доме Господнем. Что интересно, в народе как-то так совершенно не принято. Бог богов, который создал небо и землю, по воле Его все движется, все происходит. Библия пишет, все от Него и все к Нему. Все так устроено, по сей день люди изучают, какие планеты, как далеко, а живут ли там люди, а нет, а тепло или холодно. Думают, как бы долететь туда и хоть бы немножко подсмотреть, что же там происходит. Это Господь. Он создал, Он управляет, Он руководит. Все движется, а там ничего не сбывается. Пустили ракету, не взлетела, упала. Ехало поезд, что-то случилось, вагоны перекинулись. Мало ли что в жизни, а у Господа существует, существует, движется, идет. Он суверенно управляет, там все хорошо. А мы пришли в Дом Божий прославить имя нашего Господа. Он дал нам жизнь, Он дал нам здоровье, Он дал нам чудесную страну и устроил так, что очень много людей на этой земле, которые знают Господа, которые Его хвалят. И посмотрите, что еще очень-таки заметно. С раннего утра. И поскольку земля вот как-то так Бог сотворил ее, что фактически, наверное, ни одной минуты и секунды нету, так, чтобы на земле не было хвалы и славы Господу Богу нашему. Многие служения уже провели два сервиса, они ушли отдыхать, мы пришли. Сейчас мы уйдем, Виктор Вилл начинает, вот у них три часа начала служения. Затем они уйдут, многие служения пришли уже на повторные служения, дальше хвалят. Мы ушли спать, отдыхаем, а Украина, Белоруссия, Россия, Европа славит и хвалит Господа. Разные часовые, можно сказать, времена, и поэтому слава и хвала Богу нашему. Что хочу сказать сегодня всем нам. За ту чудесную милость, за ту чудесную заботу, которую подарил нам Господь. Мы должны Его благодарить и славить. И эта страна, в которой мы не имеем никакого недостатка, мы переживаем Божьи благословения. Что советует для нас Библия? Когда мы пришли, в 65-м псалме написано следующее. Благословите народы Бога нашего, провозгласите хвалу Ему. Итак, благословляем Господа, Бога нашего, провозглашаем славу и хвалу Ему за Его великую милость, за Его великую заботу, за Его великое попечение. Пойте Богу нашему, пойте имени Его. Превозгласите шествующего на небесах имя Ему, Господь. И радуйтесь пред лицом Его. Итак, дорогие друзья, посмотрите, какая хорошая мотивация, что когда мы приходим в дом Бога нашего, мы будем Его хвалить, мы будем Его славить, мы будем Его прославлять. Мы будем радоваться пред величием Ему. Принеси Богу в жертву хвалу. Дай Ему славу. Поблагодарите, Господа, за вчерашний день. Многие из вас выезжали, отдыхали, радовались Божьему благословению, присутствовали и, можно сказать, ощущали, можно сказать, теплоту хорошей воды, которая целительна. Один христианский доктор сказал, что если вы позволили себе одну неделю провести на океане, даже и не купаться, а просто походить уже хорошо. А если вы еще купались, а если вы вдыхали этот воздух, были рядышком, в этой воде много йода, ваш организм наберет всего достаточно за одну неделю, которая обеспечит вас аж до следующего года, когда опять у вас появится возможность присутствовать. Это Господь. Это Его великая милость. Поэтому веселитесь, Господи, радуйтесь праведные, торжествуйте правое сердцем. Слава Господу Богу нашему за Его великую милость, за Его великую заботу, за Его попечение, за мир благословения. Лето еще у нас далеко не заканчивается, но школа начинается. И с этого воскресенья уже детки пойдут в школу, кто-то пойдет в садик, в разные места. Правда, многие все еще отсутствуют, многие еще отдыхают. Я сегодня посмотрел в двух служениях, явно еще летом все-таки говорит о себе. Поэтому сколько есть, много ли, мало ли, попросил бы деток, те, которые будут отправляться в разные классы, в разные школы, в разные учреждения. Мы все давайте встанем, наши детки пройдут сюда, пожалуйста, помогите им пройти наперед. И даже есть маленькая внучка, она еще не ходит, даже в садик не ходит, говорит, дедушка, я тоже уже собираюсь идти в школу, я уже взрослый. Говорю, тогда в таком случае и ты тоже выходи, мы будем молиться. Поэтому детки, пожалуйста, Сергей, пожалуйста, пригласи и твоих деток, мы помолимся о них, благословим их. Вот, пусть Бог благословит. К тому же добавлю, пока все детки идут, проходите, пожалуйста, все детки, разного возраста, в какую школу, колледж, кто куда направляется, пусть вас Бог благословит и вам поможет в вашей жизни. Я знаю, что уже сакраментом мне сегодня слышал служение, два дня уже занимались, уже четверо-пятницу находились в школе. Я, быть может, разные регионы ведут себя по-разному, у нас начинается школа следующего воскресенья, пусть Бог благословит. Добавлю еще к тому, у нас сегодня своеобразное служение, мы в конце будем слышать, видеть, наблюдать один ролик благотворительности. Это все прошло, можно сказать, с вашего тоже участия, и особенно тех, которые постарались в этом потрудиться. Более того, у нас сегодня находится именитый гость Сергей Константинович, насколько я понимаю, Виктор, можно сказать, и его друг Виталий Константинович его пригласили. Они долгое время учились вместе, поэтому я разрешил с вашего заранее согласия ему провести хорошую пастырскую проповедь, поскольку он и есть пастор на самом деле. В одной из церквей Сакраменто, пусть Бог благословит, мы откроем наши уши, будем готовы слышать. А сейчас воздвигнем наши руки и прославим Господа, благословим служение и наших деток. Аллилуйя Тебе, Господь! Аллилуйя Тебе, Царь Царей! Аллилуйя Тебе, Спаситель, за весь великий мир Твой, за всю великую Твою заботу, за Твое попечение на нас, за мир и благословение. Мы благословляем деток, Господи! Мы благословляем их школы! Мы благословляем учителей! Мы благословляем их здоровье! Мы благословляем их разум! Храни их, Господи, везде и всюду! Береги от всякого-всякого рода зла и греха! Ты наш Господь! Тебе да будет слава! Ты наш Бог! Тебе да будет хвала! Честь Тебе и благодарение! Хвала Тебе и поклонение! Благослови родителей, Господи! Как много информации будет вложено в их уши! А посему, Господи, блюди их! Храни их! Береги их! Дай нам все вместе прийти в Твое Царство! Прийти в Твою славу! Славить и хвалить имя Твое Святое! И все это служение! И группу прославления музыкантов благословляем! И брата, который будет сегодня служить словом, мы благословляем именем Твоим Святым! А кто еще в дороге, кто отдыхает, кто в путешествии, благослови! Кто в нужде, помоги! Кто болен, яви милость Твою, Твоим Божественным ходом! Пройди каждую семью, каждый дом! Мы благословляем всех! Пусть Тебе, Богу нашему, будет слава! Пусть Тебе, Богу нашему, будет хвала! А деток еще и еще раз! Благословляем именем Твоим Святым! Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя! Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя! Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир! И весь народ да скажет Аминь! Спасибо! Займите ваши места! Божьего благословения! Теперь, дорогие наши музыканты, группа Дом! Вас благословим! Мир вам, братья и сестры! Рад вас всех приветствовать в Доме Божьем и приглашать вас к поклонению! Как здорово, что есть дети у нас, что вы есть у друг друга! И псалмопевец говорит в одном из псалмов, это 132-й, Как хорошо и как приятно жить, братья, вместе! Ибо это как драгоценный делей, на голове стекающий на бороду, бороду Аронову стекающий на края одежды его, Как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские! Ибо там заповедал Господь, благословение и жизнь навеки! Давайте поднимать ваши руки, уста, открывать ваши сердца, чтобы поклониться нашему Богу! Ты, Отца, живое слово, Ты – начало всех начал! Аллилуйя! Ты, Отца, живое слово, Ты – начало всех начал! Росы, звезд, луну и солнце, Ты задумал и создал! На земле под небесами Все тобой одним стоит! А тебе рекуют горы, Моем радости кипит! Ты, Твое, Синод живого, Ты – Господь и Царь царей! И Твой гибель, любви, звучит по всей земле! Горый ангела восставил, Грешник Ты – пришел спасать! Вместо радости небесной Ты на крест зашел страдать! Ты кормил голодных толпы, Словом волны укращал! Но, как огнец на заклани, Тихому, как умирай! Ты, Творец всего живого, Ты – Господь и Царь царей! И Твой гибель, любви, звучит по всей земле! С восклицанием триумфа Смертью смерти победил! Занял небо трон по праву, Плены нас освободил! И теперь Ты – наш заступник, Наш когда-то бедноцов! Из племен, народов, наций, Брешник Ты ведешь свой дом! Ты – Творец всего живого, Ты – Господь и Царь царей! И Твой гибель, любви, звучит по всей земле! Ты – Творец всего живого, Ты – Господь и Царь царей! И Твой гибель, любви, звучит по всей земле! Драгоценный Отец Небесный, благодарим Господь за слово, которое Ты послал, Господь, в этот мир, Господь! Оно живое, Господь, и оно – начало всех начал! Слава Тебе, драгоценный Отец Небесный, за Иисуса Христа, который вошел в этот мир, Господь! Чтобы мы имели жизнь вечную, Господь, через веру в Твоего Сына и Иисуса, Господь! Говори, Господь, к нам! Говори, Господь, к Церкви! Господь, истину, Господь, подари, Господь, нашим сердцам! Изменяй нас, Господь, в славный образ Твой! Мы – дети Твои, мы любим Тебя, любящий Бог! Будь с нами! Аминь! Оставайтесь с нами, где Вы есть! Аллилуйя! О, Господь, говори Ты к нам! Мы идем к Тебе, напитай Ты нас! Истину подарить сердцам! Изменяй нас, славный образ Твой! Чтобы свет и снов виден был всегда, Чтобы была любовь, вера и дела! О, Господь, говори Ты к нам! О, Господь, говори Ты к нам! Через нас являй свою славу! О, Господь, научи Ты к нам! О, Господь, научи Ты нас! О, Господь, учи, ты к нам! О, Господь, учи, ты к нам! Верой пусть осен, видят пусть глаза, Как всесильна власть, как любовь сильна! Истина бесконечная, правда вечная, победит в конце. О, Господь, говори к сердцам, помоги умам постигать Твой план. Истина несравненная, не изменится даже вечности, милости, сварень. Много нам даешь, верою живем, если в нас живешь. О, Господь, к церкви говори и ее веди в свою славу. В Псалме 108 Давид приглашает тебя и меня. Посмотрите, к чему приглашает Давид? Он говорит, Псалом 30, и я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его. Ибо Он стоит одеснуя бедного, чтобы спасти Его от судящих душу Его. Дорогая душа, скажи так же, и я присоединись к этой хвале. Давайте присоединимся, прославим, закроем наши глаза, воздвигнем руки к святилищу и прославим святого. Он достоин хвалы и славы. Будем поклоняться Ему. Аллилуйя, Аллилуйя. Остаемся в присутствии Бога нашего и сейчас мы поучаствуем в нашем материальном служении. Бог да благословит вас. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok